Всем привет! Сегодня я в гостях у таксидермиста, автора канала «Скелета Мами». Представьтесь, пожалуйста. Всем привет! Я Анна Бузгина, мне 25 лет, я работаю таксидермистом. Скажите, Анна, а как вы пришли к этой необычной профессии? Ну, с самого детства мои любимые предметы были биология и анатомия в школе. И как-то так сложилось, что я безумно люблю животных. Я с самого детства их подбирала домой, ухаживала за ними, помогала им. И всю мою жизнь я хотела стать ветеринаром, помогать им, животным. Но сложилось так, что не смогла им стать. И в таксидермии меня подтолкнул вообще музей в Петербурге. И когда я там побыла, я была в шоке, в хорошем смысле. Я увидела животных, которых никогда в жизни бы не увидела вообще. Для меня это было что-то такое необычное, новое. Ты смотришь на них, для тебя они кажутся такими прям живыми, просто вот как будто они просто застыли вот в движении, как они были. Это просто великолепно. И это настолько сильно на самом деле меня вдохновило. Я начала, когда приехала домой, я начала читать вообще, что такое, как делать учила. Что такое токсидермия в принципе. И меня это на самом деле увлекло. Анна, скажите, а поддержали ли вас близкие в выборе вашей профессии? Ну, сначала нет, честно. Потому что, когда я изучила, что такое токсидермия, мне самой на самом деле было сложно представить, как я вообще этим буду заниматься. Это было очень забавно, когда я пришла к родителям, к мужу и сказала о том, что я хочу быть токсидермистом. Ну, что они сначала не поняли, что это вообще такое. Когда я им это объяснила, они были в шоке. Ну, так скажем. И, ну, были против сначала. Я, когда начала всё-таки этим заниматься, ты постепенно начинаешь понимать, что это сложно, это морально тяжело. И моим родителям, как и моему мужу, было тоже тяжеловато всё это воспринимать. Но со временем, на самом деле, ты привыкаешь ко всему этому. И даже, когда ты уже сделал из всего вот этого сырья тот же скелет, и моим родителям, и мужу, им уже было даже интересно, как я это делаю. Каким образом им было очень приятно даже видеть, что у меня что-то получается. И они начали меня поддерживать. Скажите, какими качествами характера должен быть наделён токсидермист? Ну, я думаю, что в первую очередь это пониманием к людям. Это раз. Во-вторых, быть готовым ко всему. Потому что люди бывают разные, на самом деле, в этой работе, с которыми ты работаешь. Потому что ты работаешь не только с животными, но и с людьми. Когда что-то им продаёшь. Люди бывают абсолютно разные. По общению с тобой. И у каждого свои, так скажем, заморочки. И нужно уметь подходить к каждому клиенту индивидуально, на самом деле. Где-то уступать, где-то, наоборот, настаивать. И даже сама работа токсидермиста, бывают такие моменты, когда ты хочешь из чего-то сделать конфетку, а где-то что-то забыл, не доглядел, и у тебя всё разрушилось. Такое случается. И ты в этот момент, ну, прям, проклинаешь всё, что можно. Потому что ты реально хочешь сделать красиво, хорошо, но ты там где-то косякнул, грубо говоря. И получилось вот, что получилось. Ты с этим уже ничего не сделаешь. Такие моменты нужно уметь брать себя в руки и идти дальше. Несмотря на то, что у тебя что-то не получается. Скажите, а что для вас является приоритетным при выполнении какого-либо заказа? Это качество заказа. Также это общение с самим клиентом. Очень важно найти с ним общий язык при каких-то деталях самого выполнения его заказа. Также я бы сказала, что очень важно правильно упаковать его заказ при отправке к клиенту. Потому что очень часто случаются моменты на почте, когда, ну, приходит разрушенная. И в этот момент нужно уметь договариваться с самим клиентом. То есть, что он хочет в этой ситуации. Возместить ущерб или же может помочь ему собрать то, что-то случилось, ну, разрушенное пришло ему. То есть, тут нужно уметь договариваться. Нельзя просто плюнуть на то, что, ой, это все разбилось и все на этом. Нет, я так не работаю, я стараюсь всегда договариваться. Для меня это в приоритете уметь общаться с людьми. И выполнять, конечно же, свою работу качественно. Анна, скажите, пожалуйста, а нужны ли вам ученики и последователи в работе? Ну, сказать, что ученики сейчас, на данный момент я не могу сказать, что они у меня, ну, обязаны быть. Потому что я сейчас пока что слишком мало в таксидермии и у меня мало опыта на самом деле. Во всем этом я только учусь всему этому. А так, конечно, мне очень нравится вдохновлять людей на какие-то свои свершения. И вообще очень хотелось бы, чтобы таких людей было побольше. Вот в плане таксидермистов очень интересно слушать взрослое поколение, которое уже достаточно давно в таксидермии, которое может поделиться своим опытом с тобой или с другими людьми. Хотелось бы, конечно, чтобы многие люди понимали, что такое таксидермия, чем она полезна и вообще для чего она нужна. Анна, в каждой работе есть трудности. А вы в чем их испытываете? Ну, чаще всего это само сырье. Оно бывает от поставщика доходит не совсем в хорошем состоянии, из-за чего ты хочешь сделать одно, а получаешь товар совсем другой. И тут уже нужно уметь, ну, так скажем, поработать над ним так, чтобы это все-таки выглядело презентабельно. Также бывают случаи, когда с самими чучелами бывают большие сложности. Где-то бывает лысина у животного самого, которое погибло. Где-то бывают недостатки там чего-либо. И тут нужно будет тоже изловчиться, чтобы все это прикрыть, красиво сделать. Также, если это птица, очень часто нужно красиво перо уложить, чтобы это выглядело действительно красиво и естественно. А как вы преодолеваете неудачи в работе? Ну, честно, это с помощью музыки происходит. Я, когда работаю, и у меня случается какой-то казус в моей работе, я стараюсь как-то перезагрузиться в этой ситуации и включаю музыку. Она мне помогает расслабиться, успокоиться, где-то даже выплеснуть свои эмоции. И на самом деле это действительно помогает в моей работе. Скажем так, это способ такой уйти от проблем, так скажем, в таких ситуациях. И ты быстро перезагружаешься, и в принципе на следующий день ты встаешь таким бодреньким, активненьким и решаешь, что все, я хочу дальше работать, я хочу дальше что-то сделать новенькое. Анна, сейчас я задам, быть может, для вас покажется коварным вопросом. А где вы находитесь сырье? Да, это на самом деле очень интересный вопрос, потому что им интересуются практически все, включая людей, которых мы называем зелеными. И, так скажем, животных никто не убивает. То есть это сразу говорю. Животных люди находят, где-то сбитое животное, где-то оно умерло своей смертью, где-то от болезни. У каждого человека дома бывает какой-то свой домашний питомец, который умер от старости, от болезни. Он может связаться со мной, поговорить о том, что ему хочется какой-то скелетик или чучело. Мы с ним договариваемся, он мне его присылает, как мне нужно. И, в принципе, все, я делаю его. Если говорить про тех же рептилий, амфибий, то это тоже люди, которыми занимаются, которых разводят. Бывают случаи, когда они тоже погибают, и точно так же ко мне попадают. То есть со мной связываются и говорят о том, что вот у нас такая-то ситуация, вы не хотели бы его приобрести для каких-то своих дел. Так вот, так же я работаю с охотниками. Сразу говорю о том, что я ни в коем случае не поддерживаю браконьерство. Я с каждым охотником и у каждого охотника, с которым я работаю, я, естественно, прошу документ, лицензию на его охоту. То есть, было ли лицензировано это животное. Это обязательно. И много ли у вас недоброжелателей? Ну, в самом начале того, как я начала заниматься, да, было достаточно много. Это были люди, которые видели в моих работах что-то плохое. Во-первых, они считали, что я какой-то там садист, раз у меня там какие-то скелеты появляются и так далее. То есть, они считали, что я убийца, садист, живодер, как они меня любили называть, не понимая, что я никого не убиваю. И вообще, в принципе, не разбиравшись в этой теме, как в таксидермии, они спешили обвинять меня во всем, в чем только можно. Также были случаи, когда я только начинала. Мои работы, естественно, были плохого качества. Я еще многого не понимала, не знала, как там обработать, как правильно там скрепить и так далее. Те же кости, скелеты. И из-за этого очень многие люди приходили ко мне и говорили о том, что я ужасно все делаю, что это просто отвратительно, да как там я вообще могу называться таксидермистом. не понимая того, что человек на самом деле не может просто утродиться с каким-то навыком и сразу начать делать все идеально. То есть ты же чему-то учишься, приходя, например, в ту же школу, ты не можешь научиться сразу той же алгебре, ты должен пройти какие-то классы для этого. То же самое и здесь. Скажите, а были ли в вашей жизни необычайно курьезный или смешной случай, связанный со скелетом? На самом деле был один. Это было в колледже. На уроке анатомии в классе стоял скелет человека, искусственный. И один раз наш класс захотел с ним пофотографироваться. Все там подходили, как-то там руку ему вверх делали, и рот открывали, в общем, смеялись, как хотели. И получилось так, что все-таки они его свалили, и он просто рассыпался на части, после чего все не могли понять, что теперь делать, потому что никто не знал, как его собрать. И сейчас вот-вот должен был зайти учитель, преподаватель, и я выхожу и говорю, ребята, мы его соберем, очень быстро соберем, давайте нам учебник по анатомии, мы его сейчас по быстренькому, по косточкам соберем. Мы его собрали, поставили, как он был, в тот угол, и заходит преподаватель, медленно так заходит, смотрит, что мы все такие тихие, спокойные, смотрит на нас с таким подозрением, потом резко смотрит на скелет, и сверху вниз, снизу вверху его осматривает, потом резко поворачивает голову к нам, и задает вопрос, кто его собрал? И все поняли, что мы собрали его неправильно. Скажите, как у целеустремленного человека, какие у вас планы на будущее? Планы на будущее съездить по разным странам, посмотреть зоопарки, выставки животных, вообще очень сильно хочется посмотреть на настоящего слона, на жирафа, бегемота, льва, которых я никогда в своей жизни не видела, на самом деле. И, в принципе, очень хочется увидеть животных в природе в самой. Не только на картинках, там, видео, а прямо вживую. Посмотреть на животных таких достаточно редких, красивых, таких экзотических. Посмотреть, как они живут вообще сами по себе в природе, чем они питаются и так далее. То есть, вот мне, на самом деле, всегда было интересно вот такие вещи. Конечно, хотелось бы вот все-таки путешествовать и наблюдать за ними. Анна, я благодарю вас за содержательную беседу и скажу вам чистосердечно, что общение с вами было очень приятным. Не желаю.